Уже через несколько минут эти креста заполнятся делегатами и начнутся все самые большие и, пожалуй, самые влиятельные партии Южной Осетии, Единая Осетия. Пять лет законотворческой работы, оказания помощи сотням нуждающихся. Сегодня самая крупнейшая политическая партия подведет итоги работы и изберет списочный состав кандидатов на предстоящие выборы. В начале съезда лидер Единой Осетии Иолан Таттеев рассказал, что в настоящее время в партии состоит более 4000 человек, из которых 300 избраны делегатами съезда. Президент республики Анатолий Бибилов, который был приглашен на съезд в качестве почетного гостя, обратился к делегатам с приветственным словом. Он отметил, что за шесть лет своего существования партия прошла большой путь, одержала две убедительные победы на президентских и парламентских выборах. Это результат формирования четкой и ясной политической платформы, честного отношения к избирателю, ни на день не прекращающейся работы по решению социальных проблем, внимания каждому жителю республики. На протяжении всего времени своего существования Единая Осетия демонстрировала и доказывала свою самостоятельность, высокую активность, способность принимать ответственные решения, вести за собой людей. Считаю, что главная отличительная черта, присущая Единой Осетии, это обостренное чувство ответственности за судьбу республики, за настоящее и будущее своего народа. По словам Бибилова, который на победных для себя выборах также баллотировался от Единой Осетии, его успех на президентских выборах также говорит об эффективности партии, которая за это время не только не растеряла свой потенциал, но и приумножила его. В течение шести лет работа партии велась беспрерывно. Кроме законотворческой деятельности основной работы, партия берет на себя ответственность и за другие проблемные вопросы, которые стоят перед народом Южной Осетии. Оказывается, адресная помощь нуждающимся слоям населения, малоимущим семям, больным, сиротам. Причем эта работа ведется постоянно. Благодаря партии решаются накопившиеся за многие годы проблемы. Адресная помощь оказывается попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. Я всемирно благодарен вам за эту деятельность, которая позволяет исполнительной власти сконцентрироваться на более широких вопросах и говорить о том, что наша совместная работа с каждым днем позитивно отражается на уровне жизни в Республике Южной Осетии. Президент выразил уверенность в том, что сильнейшая в Южной Осетии партия, которая зарекомендовала себя с наилучшей стороны и в дальнейшем будет делать все во благо народа и процветания Южной Осетии. Ведь партия объединяет людей, способных решать проблемы общества. Партия объединяет людей, чья энергия и возможности позволяют решать масштабные задачи общенациональной повестки. Обеспечение надежной безопасности нашей Родины, национальное единство, развитие экономики, повышение благосостояния и благополучия граждан, генерирование инновационных идей и предложений – вот что должно ставить во главу угла партия, претендущая на роль лидирующей. Глава государства выразил надежду, что выборы в парламент пройдет в хороших демократических традициях, которые утвердились в Республике. Хочу высказать уверенность, что Единая Осетия и другие политические партии в ходе избирательной кампании будут следовать принципам уважительного диалога. Доверие и конструктивного взаимодействия. А сами выборы пройдут в соответствии с теми хорошими демократическими традициями, которые утвердились в нашей Республике. В ходе съезда Алан Таттаев подвел итоги проделанной работы, отметив, что за год партии была оказана помощь малоимущим семьям в размере 13 миллионов рублей. Помощь оказывается как в столице, так и в самых отдаленных уголках Южной Осетии. Нами проделана большая работа. Только за период с 2017 по 2018 год была оказана финансовая помощь на общую сумму более 13 миллионов рублей. Помощь была оказана тысячам жителей Республики Южная Осетия. Депутаты от партии Единая Осетия разработали и приняли десятки законов и нормативных актов. Все они нацелены на укрепление государственности и повышение уровня жизни населения. Уровень жизни населения – главный показатель нашей работы. Партия, являясь самой многочисленной по праву, претендует на лидерство в предвыборной гонке. Однако лидер считает, именно дела партии должны стать показателем работы и отношения избирателей. Лучшая предвыборная кампания – это дела, которые мы делаем задолго до выборов. Именно наши дела должны стать показателем нашей работы и отношения к нашему народу. Призываю всех однопартийцев еще больше встречаться с жителями нашей Республики, еще глубже вникать в их проблемы и искать способы их решения. По словам Алана Таттаева, «Единая осетия» намерена и далее активно участвовать в решениях целого комплекса острых внутриполитических, социальных и экономических проблем, не отступая от стратегических целей. Мы не отступаем от своих стратегических целей. Нашей партией, президентом нашей страны проделана огромная работа в этом направлении. Достигнуты значительные результаты, и эта работа будет продолжена. Выборы в парламент седьмого созыва должны пройти на высоком уровне. Вместе с партией «Единая осетия» в парламентских выборах будут участвовать и другие политические силы, а также одномандатники. Я уверен, что в них состоят любящие свою родину, патриотически настроенные граждане. Поэтому призываю всех относиться друг к другу с уважением и пониманием. Нашей целью должно быть объединение и сплочение населения. В ходе съезда был утвержден республиканский список кандидатов в депутаты от партии «Единая осетия». Среди кандидатов представлены в списке патриоты своей страны, люди нераднодушные к судьбе народа. Многие из них на протяжении долгих лет защищали родину с оружием в руках. Список «Единая осетия» возглавил лидер партии Алан Таттаев. В первую десятку также вошли известный хирург, главврач республиканской больницы Маирбек Кокоев, руководитель государственной службы охраны от Самасбибилов, глава Знаурской районной администрации Инал Габараев, ректор Государственного университета Вадим Тедеев, глава парламентского комитета депутат Юрий Габараев, председатель парламента Петр Гассиев, депутат и педагог Роза Вальева, помощник президента республики Алан Габадте и действующий депутат парламента Таймурас Габараев. «Единая осетия» выдвинула и кандидатов в депутаты по одномандатным округам. Партия, проведшая колоссальную работу в эту парламентскую пятилетку, начиная свою вторую кампанию в законодательный орган страны.